Меня зовут Александр Сюткин. Я с 12 лет занимаюсь операторско-режиссерским искусством. Все это началось с того, что у меня дедушка еще работал в этой сфере. Работал на Мосфильме с такими замечательными людьми, как Гайдай, как Рязанов. Снимал такие замечательные фильмы, как «Приключения Шурика», «Иронию судьбы» с легким паром. И у меня теми же стопами все пошло. С 12 лет я занимаюсь операторским. С 16 до 21 года я выучился в Голливуде, получил высшее образование в области операторско-режиссерского искусства. И потом, после этого, приехал и начал творчество дальше. Развивать, развивать, развивать. И уже многое сделал. Таких, как она, не водят в кино. Мне должно быть понятно уже давно. Большинство режиссеров являлись клипмейкерами. Такие вот даже, как Тимур Бекпамбетов у нас, если брать, Федор Бондарчик у нас, если брать, да. Если брать за рубежом, то Майкл Бэй, Фрэнсис Лоуренс и так далее. То есть большое количество режиссеров, они идут из клипмейкинга. У меня же это произошло следующим образом. Как сейчас вспоминаю, значит, я приехал после обучения, мне был 21 год. И я уже думаю, ну все, я доразвился, все круто, сейчас начну снимать большое кино. Вот, мы уже запланировали сценарий. У нас было по типу, мы хотели сделать кино, которое будет сопряжено с маркетингом и с тренингами. То есть по типу фильм-секрет, продолжение. Но вышло так, к большому сожалению, что мой друг, певец Максимус, или к большому счастью, я даже не знаю, как это сейчас назвать, он сказал, слушай, ну мы же с тобой в одном классе учились. Я говорю, учились. С одной тарелки ели. А ты знаешь, что я певец? Я говорю, знаю. Но у тебя ведь все оборудование есть? Есть. А так, сними мне клип. Ну и я пошел, реально снял ему видеоклип, который просто порвал все чарты потом по итогу, и начался так называемый био-би, бизнес-бизнес. От клиента к клиенту. У нас, называется, сарафанное радио пошло. И пришел один клиент, снили мне клип, ты же ему снял, чем я хуже. Другой, третий, четвертый, и так завертелось, что на данный момент я уже наснимал с алтайским клипом, который снимался здесь параллельно к кино, 1241 клипы. Сейчас, на моем счету, это клипы, которые меня не привлекали как оператором, и мои авторские работы непосредственно. Снимал клипы и для Леди Гаги, Born This Way, я был вторым оператором, с дикамистом в этом клипе, и Риана, What Now клип. Вот, и непосредственно я снял Бон Бон Эра из Трэфи, который сейчас 500 миллионов просмотров. Вот, и у меня был один клип с Томом Хэнксом, главной роли, да, так произошло. Вот, а если из наших, то половина, наверное, клипов для... Ой, боже, здесь всех фактически. Здесь легче говорить, чего я не снимал вроде бы, чем, нежели что я снимал. В основном вот работает интересно с артистами, которые являются именно профессионалами в этой области. Кирилл Орландо, конечно же, вот с ним запомнилось. Я его с 14 лет знаю. Это тогда еще был первый дуэт, группа Даки. Мы ему сняли первый видеоклип, первую нашу работу, вот именно нашу работу с ним. Он назывался клип «Справедливая любовь», вот, и это был здоровский клип. Там было много экшена, мы на протяжении недели снимали, и это был вау. Это был большой взрыв. 90% моих клиентов, это мои друзья, вот, это люди, с которыми я дружу постоянно, люди, с которыми я общаюсь, коммуницируюсь. Но лучших друзей из артистов я могу пересчитать на пальцы. Потому что шоу-бизнес, он тоже разделяется на разные типы артистов. Есть артисты, которые просто хотят, вот, я решила запеть, или я решил запеть. А есть люди, которые вот изначально идут непосредственно к этому творчеству, они понимают толк в музыке, они разбираются непосредственно в самой... Вот для них это не просто творчество, для них это искусство, которое они несут в мир. То есть они призваны на эту планету, вот, как мы творческие люди, мы призваны не для себя, мы не эгоисты, никто из нас эгоистами не является. Мы для людей, для масс, для того, чтобы люди оценивали, и для того, чтобы вносить какое-то благое, доброе непосредственно вот в массы. Я уже на таком уровне работаю, что я могу себе либо отказывать, да, в чем-то, и говорить сам себе, о, я не буду работать с этим человеком, лучше я буду работать с другими людьми, да, даже несмотря на то, что там гонорар может быть очень большой, но не с творческими людьми я стараюсь не работать, потому что это, как правило, вливается в большое количество траты энергии, и это трата энергии единственной в своей жизни, когда у тебя очень мало времени, и так в жизни вообще нам отведено мало времени, а тут еще его приходится тратить непосредственно на вот людей, которые этого не оценят. Только работаю с людьми, которые это ценят, и это вливается, конечно, в дружеские отношения. Есть три меня. Это я в повседневной жизни, это я непосредственно менеджер, который непосредственно разговаривает, ведет переговоры определенные, да, и договаривается и простраивает планы. И я, как режиссер-оператор, который там знает очень большое количество всего, и у меня, я не работаю один, у меня довольно-таки большая команда, вот, и я веду за собой эту команду очень много лет уже, вот, непосредственно. Ну, и, конечно же, соответственно, уже не разделяется. Раньше оно разделялось раньше, может быть, лет до 21-22, да, когда еще и учился и так далее, работал тяжело, и вот я нырял только тогда в это творчество, нырял только тогда в это искусство, но теперь это неотъемлемая часть меня. Это как вот в «Пиратках Карибского моря» часть команды, часть корабля. То есть вот все, это уже оно я, я оно, и это неразделимо. Я сам очень добрый человек, мне всегда везет на волчьих ягодах, вот, и поэтому возле меня иногда вот души такие вот, которые в коме находятся, попадаются, и именно поэтому я сейчас вот, когда уже мне 31 год, когда я уже понял, чего я хочу от жизни, я понял, что больше ошибок я совершать непосредственно не буду, да, и я найду обязательно себе в жизни такого человека, который будет любить во мне все мои плюсы, а любой минус будет считать плюсом только под другим углом. Каждый раз, когда я буду теперь находить себе человека и рассчитывать на то, что этот человек, единственный человек в моей жизни, я с ним просто буду прилетать на Алтай, вот, жить с ним порядка двух недель здесь, и честно, Алтай все расставляет на свои места. Прям вот любого человека привези, привези стену сюда просто, привези человека такого, гипнотолога сюда, я не знаю, его тоже растворит это все. И вылезет именно та внутренняя сущность, которая его воспитывала, которая его рождала, и кто он есть на самом деле. Я думаю, я не ошибусь, это действительно будет происходить, это теперь часть моей практики. На самом деле, я просто убедился на собственном опыте, сколько шелухи поотваливалось в тот момент, когда я сюда приехал. Это вау! Пробыть здесь на протяжении месяца, я понял одну очень-очень простую вещь. В общем, Алтай стал для меня вторым домом, можно так сказать. Он меня очень сильно почистил, безумно почистил. Он мне дал возможность прежде всего нажать мир как бы на паузу, остановиться и просто посмотреть, что происходит на самом деле вокруг меня. Какие люди меня окружают, в каком направлении я двигаюсь. И самое интересное, даже когда я прошу что-либо здесь, в Алтае, на Алтае на самом, да, непосредственно он отвечает. Если ты приезжаешь сюда с открытым сердцем, стоит попросить, ты получаешь ответ. Когда мы просим погодных условий, Алтай отвечает. Мы сейчас переехали в Бериндельку, нам надо два дня отснять, Алтай ответил, завтра плюс 13, послезавтра плюс 16. В прошлом году у вас уже лежали с неба. Владимир Путин, он мой кумир по всему творчеству, непосредственно, вот то, что он делает в стране, это прекрасно. Вот, если говорить о политике. А если говорить не о политике, то, пожалуй, со всех творческих людей, очень уважаю Федора Бондарчука, я очень уважаю Сарика Андрея Асяна, который тоже, несмотря ни на что, он просто шел вперед, вот, из наших ребят. Вот, я очень, я уважаю творчество каждого человека на планете. Нет плохого творчества и нет вообще среди нас конкуренции никакой. Может быть, где-то в каком-то клипмейкинге Красный океан существует. Вот, есть Голубой океан, Красный океан, это с точки зрения бизнеса. Красный океан – это там, где идет дикая конкуренция, это Кровавый океан, да? И Голубой океан, где ты предлагаешь нечто уникальное, и у тебя нет никакой конкуренции. Каждый из нас уникален, каждый творческий человек, который приходит на эту планету, он уникален в своем роде. А каждый человек, который создает, он не может быть как-либо осужден, либо быть не кумиром каким-то. Каждому можно найти вот дольку вот того, чем ты можешь восхититься. Потому что нужно смотреть с точки зрения позитива на все. И нужно смотреть с точки зрения вот того, что человек вложил. Какие бы эти усилия не были, были бы они такие, или вот такие, или вот такие, да? Я могу сидеть там со своей колокольни смотреть и говорить, что у меня порядка 11,5 тысяч часов, которые я нажимаю на кнопку «Рекорд», что я с ним, я работал и с Майклом Бэем в «Трансформерах», я работал непосредственно и в иллюзиях обмана с Морганом Фриманом, с такими людьми, я работал непосредственно и в «Черепашках ниндзя» там, во-вторых. Вот, ну, можно говорить об этом, и я буду сидеть и говорить, «Вау, да, я и там, и там, и там работал, я оперировал эти вещи, но я не буду этого делать. Я такой же, как вы, вы такой же, как я человек, и все мы равны абсолютно». У меня нет каких-то вот идолов, кумиров. Мой кумир — это Вселенная, мой кумир — это Бог. Вот непосредственно. Вот через это, через сердце творчество идет, духовность. Вот это, прежде всего, конечно же, важно. И когда ты мыслишь позитивом, когда ты мыслишь просто, что творчество — это не для того, чтобы заработать деньги, а деньги — это всего лишь плоды твоего творчества, которые приходят как эффект, да? И если ты мыслишь непосредственно просто движением, то, пожалуй, вот на этой планете действуем, мой кумир. Потому что, когда наша душа попадает на эту планету, она дает некое такое заклинание, да? Ее заклинают на действие. То есть, если мы не двигаемся, то мы холодный студень, от которой ничего не течет. И, соответственно, мы находимся в депрессии, а депрессия — это огромнейший грех. Он называется уныние. Вот. И, соответственно, мы ничего не порождаем. Но стоит только движение начать, как вокруг тебя появляются прекрасные люди, и ты в них видишь часть кумира, как вокруг тебя появляются прекрасные профессионалы, и ты видишь часть кумира в них. И ты сводишь всех этих людей, ты даже в самом непрекрасном человеке я могу увидеть нечто прекрасное. Он может быть осужден, он может убивать там людей и так далее. Я найду и в таком человеке прекрасное. Потому что я смотрю на все с точки зрения призмы своей реальности. И эта реальность гласит мне, что любовь — это, прежде всего, это основа, заложенная в каждом из нас. Сколько бы масок мы не одевали, какими бы уловками мы не пользовались, любовь — это в каждом человеке заложено. И да, многие скажут, в Москве у многих людей душа находится в коме, это правда. Но они могут приехать на Алтай. Каждый человек, он непосредственно, он рожден с любовью, он из любви вышел, и эта любовь в нем есть, как бы она ни умирала. Просто некоторые души, возможно, имеют злое начало, а некоторые — доброе. Но это все баланс жизненный. Редактор субтитров А.Семкин